Жители такого театрального города, как Чикаго, сложно удивить театральной постановкой. И все же мировая премьера балета Анна Каренина, балетные труппы Джоффри, смогла стать главной сенсацией в нынешнем музыкальном сезоне. Постановка Романа Толстого всегда трудная художественная задача, тем более в хореографии. Балет Джоффри блистательно решил ее, собрав звездную команду творческих личностей. Хореограф Юрий Посохов, один из самых известных балетмейстеров в мире, удостоен премии Асидоры Дункан. Сценограф Тон Пай, обладатель премии ЭМИ, светодизайнер, прославленный Дэвид Финн. Заказ компании Джоффри оригинальной музыки современному композитору – первый случай за 60-летнюю историю труппы. Илья Димутский, молодой, но уже известный автор музыки к нашумевшим балетам Большого театра «Герой нашего времени» Инуреев, был признан Европейской киноакадемией лучшим композитором 2016 года. Совершенно удивительным образом вдруг в США заинтересовались Анны Карениной. Опять же, не мой выбор, а то, что нам предложили, но я с удовольствием этот выбор поддержал. У меня язык такой, так скажем, традиционный, и опять же, как говорил мой профессор, русское звучание в музыке. И, наверное, оно очень подходит к русской литературе в целом и к эмоциям того же Толстого. Партия Анны доверена трем исполнительницам, среди которых выделяется прима Виктория Джайани, выпускница балетной школы Джофри и Тбилисского хореографического училища. А когда я увидел Вику Джайани, я был тоже поражен, насколько вот образ идеально подобран, и как Юра помогает ей в этом образе раскрыться. Я очень рада, что в моей карьере мне повезло, и я могу быть Анной и рассказать эту историю, и не только быть Анной, а еще делать хореографию Юрия Посохова, которого я просто как хореографа обожаю. Это не первый раз мы вместе сотрудничаем и работаем, но это первый раз, что он делает такой огромный балет, весь балет на Анну Каренину. Муж Виктории, один из ведущих артистов балета Джофри, Тимур Сулуашвили, исполняет в этом спектакле драматически насыщенную роль Каренина. Просто я думаю, что хореограф выбрал за то, что он увидел сам характер и самого Каренина во мне. Я вообще совсем другой в жизни, мне больше романтические роли нравятся, и как актер с удовольствием сыграю. В музыке Димуцкого и хореографическом рисунке Посохова естественно и гармонично слились воедино классика и модерн, характерный русский мелодизм и современная экспрессия. Посохову под силу не только проникновенный лиризм или яркая страстность дуэта. Он мастер постановки массовых сцен, где уверенно обходится без традиционных декораций, используя возможности пластики. Мне кажется, карто-балет в этом балете очень важную роль играет, потому что на этом все держится, можно сказать. Сверхэмоциональность музыки и оригинальная хореография в сочетании с редким художественным приемом, введением вокальной партии в балетную постановку пришлось по душе многим зрителям. Совершенным сюрпризом для них стал необычный, дающий надежду финал балета. Очень была excited прийти и увидеть это представление. Музыка, представление костюма, балет. Потрясающе. Я была удивлена тем, что в балетном представлении принимала участие вокалистка. Мне понравилось ее появление на сцене, совмещение танца, музыки. Это постановка – новый взгляд на роман. После 10 премьерных спектаклей в Чикаго балет продолжит свою жизнь на сцене Театра Австралии. Роман Верховский, Екатерина Еловецкая, Настоящее время Америка, Чикаго.